Добрый день! Наверное, я уже не старался, но не знаю, не боюсь. Поэтому, вообще-то, большие пожелания вам от кемеровских силоводов, всем насибирскам силоводам. Особое пожелание нашему, посему нашему, сибирскому ученому пчеловоду долгих лет ему жизни, Кашковскому Владимиру Георгиевичу. Потому что очень много приложил сил и отдал всю свою жизнь развитию нашей с вами возрасте. Это посвятил, ну и сейчас еще мы находим очень такие деловые, нужные нам, толковые статьи его в печати. Последнее время это газета «Пасека России», многие, наверное, из вас выписывают и читают ее. Поэтому, как к себе, ну, так же я с детства себя посвятил пчелом. В 12 лет я уже был самостоятельный пчеловод, имел 6 лет. И вот с тех пор, я больше с ними никогда не расставался, вся моя жизнь прошла пчелом. И стараясь по силе возможности включить к этому своих детей, внуков, ну и скорбную направленность. Вот. Сначала 27 лет я отработал на полковной «Пасеке». «Пасека» в 65-м году объединил 3 пасеки в полкове «Новый путь», где Главлёв, Дичав и Журу. Было на 3 пасеках 93 семьи. Потом дайло полковную пасеку до 500. И вот с этой пасекой уже в советское время я отправлялся. Значит, твоей семьей, твоей милой, твоей милой, твоей милой, твоей милой, твоей милой. Жена, жена помочь. И вот так мы 27 лет поработали до этих вот, каких, я не знаю, дней 91-го года. Вы знаете, что здесь в 91-м году первое, кто пострадал от всей этой цивилизации, это рассыпались крупные хозяйства и крупные пасеки общественные. Первое. У нас, допустим, в пельной крупности было два совхоза, это Сартагойский и Лысинский. И много таких крупных пель на уровне управляющих, которые имели по 2-2,5 тысячи пчелотемей. Вот все они быстро, все очень быстро рассыпались и осталось теперь, ну, можно сказать, одно, наше любительское пчеловодство. Парсионалом, допустим, чтобы считать себя, я не считаю, потому что, да, профессионализма такого, как показывают иногда за границей, где все механизировано, хотя я тоже не везде, вот, фитлы посматриваю, канадские, значит, просматриваю американские, я вижу там одно единственное, это более-менее налаженная откачка мертвых. И все. А с одной, мы можем перевозку, погрузку, все это применить, то, что у нас уже есть, все эти механизмы, все эти, всю эту технику. Тем более сейчас мы уже применяем и откачку мертвых. Поэтому здесь, здесь надо уже по мере нашего роста, по мере нашего благосостояния, значит, и применять механизацию. Ну, механизация, малая механизация пчеловодства, отводка, подводка, привозка, откачка, там все, где она нужна. Но работа с самими пчелами, по крайней мере, еще, я думаю, ни один робот еще не заменит. Все-таки придется нам гуде, ковыряться с рамочками, смотреть, работать, любоваться, наслаждаться этой работой, вот, и наявлять к этому интерес. И поэтому, если там что-то где-то будет уже делать робот, то мы потеряем свою практикацию пчеловода. Это, в мое мнение, ну, вы можете еще и молодое поколение, может быть, хотя молодых я все меньше, меньше, меньше встречаю на практиках. И, наверное, это все-таки наша с вами беда и наше с вами упущение, потому что надо привлекать все-таки на пасеки молодые кадры, завлекать с детства как-то, заевать любовь к телу. Вот, поэтому здесь такое, каждый должен себе вывозить хотя бы замену пчеловодную. Теперешние пасеки собой представляют, которые, вот, ну, я здесь в Сибири у нас крупнее военний встречал, в последние 10 лет, а в 1000, за 1500, меньше 1000 ни разу не было, ну, и больше 1500 не было, хотя можно и больше, конечно. Но для этого надо в первую очередь это иметь кормовую базу, хорошую, чтобы была кормовая база. У меня находится во владении 2000 гектар земли, чаще в них своя, чаще в них боевая, почти так рассчитывались, с кем зерном, с кем медом, с кем, значит, деньгами. Поэтому, пассивные площадя, конечно, это такая заманчивая идея человода, очень заманчивая идея. Но, если в больших масштабах, это очень затратная часть. И при теперешней продаже мёда, при теперешней продаже мёда, легче, конечно, использовать готовые медоносы, которые чеют наши пензы. Ну, и, конечно, богатую, очень богатую и для вашей, в вашей области, и частичную нашу, это естественную кормовую базу, где получается отличная меда. Хотя мы их называем разнотравные, почему-то некоторые, значит, купщики, перекупщики делают так, что это чуть ли не последнесортная меда. Хотя это самая чудесная меда разнотравная, где несколько медов, растений, которые объединяют, всё, мы сами собираем их, и мы, когда качаем, всё в общий котёл, получаем отличный мед. Ну, такой большой механизации нету, я уже не догоняюсь, что вам сказал, но в основном, ну, погрузку можно любым куном организовать, площадку делом на куле, организовывать, значит, погрузку в угле. Любую. Можно специально использовать подгрузчики, которые сейчас в лесоводстве используют, там где-то. И все можно использовать для подгрузки угла. Но мы иногда ещё опорнимся перед ним, правда? У нас несколько тысяч, то есть, у меня нет, поэтому в основном в этом механизации как на входе. Ну, надо рационально подходить. Вот, вы знаете, недавно я смотрел вот эти канадские фильмы, там показывают, что четыре человека приехали на пасеку, делают обороны, и остановили большегурсную машину от пасеки, там, наверное, ну, где-то, 50-60, и вот на суббольте корпуса таскают канадцы, в них 6 тысяч килосибель. Вот. Это прямо вот и героичный фильм лично этим. Ну, в крайнем случае, даже наши, кто накинет тележки, или какие-нибудь, можно, матороли небольшие, может, маленькие, любые, транспортно-свесла, используют между рядов, возить тёлк. Это прямо вот так вот, а это, брусовская рамка, 10 рамок, значит, ничего, я думаю, вот эта механизация нормальная. Поэтому вы не думаете, что, значит, говорим о механизации, что участие человека здесь как физически не нужно, ну, потому что пчелами работать нужны усилия, или хотя бы, чтобы рядом находились сильные помощники, которые могли бы тебе помогать. У меня, допустим, что я сам не могу делать, у меня сыновья, внуки помогают летом. Ну, в среднем, в среднем, получаем 60-40 килограмм на селье. Самый плохой – это 30 килограмм товарного мира. А так 60-50, но в этом сезоне где-то больше 60, потому что весной уже 4 года я по своей области практикую ещё продажи пчелосибей и продажи пакетов. И вот здесь, если измолавши, около 500-600 бывает семей пакетов мы продаём весной. Это, конечно, даже ваши носибельцы-тубличинцы иногда приезжают, убирают. Каким образом выдаёшь их на? Ну, здесь, чтобы не лить много воды, чтобы ослабили веса, я думаю, что давайте построим так, что я буду вам отвечать, вы будете задавать вопросы, что идёт, поэтому мы быстрее будем узнать и то, что вас конкретно интересует, и я на ваши вопросы отвечу. Как реализация мёда идёт? Вот этот вопрос реализации мёда сейчас он у нас уже в Союзе, как вы знаете, в Удбасске Союз Пчеловодов. Вот за два года он мне уже надоел этот вопрос, и все пчеловоды обеспокоены реализацией. Я понимаю реализацию тех пчеловодов, которые сами производят этот мёд, и плохо понимаю тех, что перекупают там на Алтае где-то, или ещё, которые нашим пчеловодам, вашим пчеловодам мешают в реализации мёдов. Они в реализации хитрее нас, можно сказать, умнее нас, грамотнее нас, не жалеют денег на рекламу. Ну, у меня лично Журавлёва, как я на трассе стою, там есть небольшой рыночек, там мне постоянно уже 20 лет продаётся мёд. 20 лишних лет. Значит, и основную массу, вот проезжие разбирают ваши, значит, бельцы, дьячане, алкальцы, амичи, кто б ездит по правилам, выставляют, ну, больше половины пёта там же. На Ярмарках. Ярмарках районного масштаба у нас каждый месяц проводятся, и у нас в районе, и соседние районы, и Ярмарках, значит, у нас Кемерово, ну, Кузнецкий по самому разу проводится. Потом, после Медового Спаха проводится Ярмарка, месяц идёт, как и у вас, наверное, месяц, а то и полтора, идёт Ярмарка, поляризация специальная. Надо сказать, почти что то, что запланировали пчеловые верна, продают. Всё продают, всё реализуют. Ну, вот в этом году я на Куру Ярмарку не ездил, такой нужды у меня не было, в последнее время не было. А так, от тонны до пяти, до шести тонн продают на этих Ярмах. Цена там высокая, ниже опускать нельзя. Вот. Ну, 350 рублей килограмм, поэтому я считаю триста-триста-триста-пятьдесят, вторую половину не трюсу держали, сначала 30-пятьдесят, от 350 до 450. Дягилевый там шёл 450. Вот у вас, допустим, очень ценный мёд считается Донниковый. Вот. А у нас Кемерово на Ярмах как Донниковый, как пропаганды такого мёда нет. И у нас Донниковый, Рапсовый, все эти светлые мёда идут по одной цене и независимо из чего он собраны. Так что, я думаю, что наши пчеловоды, кемеровцы, кто-то, что собрали, всё реализовывают. Ещё прикупают, прикупают на Алтае, уже алтайские едут. Алтайский мёд, в основном весь алтайский мёд, почти гичишки. Гичишки везут. Вот. Гичишки везут. Там они закупают 50 рублей в килограмм, распродают 250 рублей в килограмм. И тоже потихоньку весь расходят. Конкуренция заезжие и Анатолий, вам тоже по наехать? Да, заезжие, да. Наши пчеловоды там, кемеровские, особенно, кемерово и председатель нашей матюшки на лече, они стараются там бороться с этими пчеловодами, за светом устраивают облаву. И тогда себе повред, потому что я им говорил, это не борьба. Если люди приехали, у них есть все соответствующие документы, как мы их выгодим? И они взяли торговое место, они могут свободно торговать, потому что у нас свободная в России торговля. Ну, ведут такую военную, но здесь помаленьку и уже изначально их оказывают, кто ведет борьбу с ними. с этими с пудовцами меда. Я думаю, здесь надо, может быть, тем, если какая-то, где-то в Костоянске один там пчеловод большую идет торговлю по Сибири медом, он не пчеловод, он организовал там фирму, но я думаю, если он нормально у своих пчеловодов, и они не обижаются, закупают мед и реализуют этот мед по всему сибирскому региону, лап ему в руки, пускай работает, это уже организация пускай продает этот мед. Ну, что еще, недавно, буквально, департамент сельского хозяйства нашей области приглашал нас пять человек, туда подозначили к себе свидетель Абонагумировича Тулеева, все они, ага, что вы, как у вас шел вопрос о реализации меда. Вот. Ну, пришли к мнению, что надо создать торгово-закупочный кооператив, куда входили бы человоды тоже. То есть, производители меда, которые входили в этот кооператив. Но персонал кооператива должен быть как бы нанятый быть этими человодами. Вот здесь должны быть, сложатся и цены определенные, и место, и департамент обещает помочь торговыми местами, значит, чтобы дешевые были все, прочее. То есть, я лично приветствую такую кооперацию, чтобы она пошла нормально. Но тут же они сразу ставят условие, что это будет под контролем департамента сельского хозяйства, отдел животноводства консозно свои люди, которые отвечают за это. Но как бы там ни было, как бы там ни было, рано или поздно нам надо идти на кооперацию, на кооперацию, потому что если кто-то может реализовать, вот вот Волков Сергей говорил, что мы уж не только о себе думали, а надо думать о пчеловодах, а чтобы думать о них, значит, надо создавать вот эти организации, которые способствовали прием и сбыт продукции. Ведь не каждый там даже пчеловод сможет сам реализовать, некоторых житров в интернете. А вот те пачки, а вот содержать пачку там 30-40 пчеловод семей могут, где-то лечки помогают, где-то еще кто-то помогает, они могут и могут производить этот тонн полторы мёда. И почему бы этим кооперативом в мире не давать. На крупных пачках пчеловоды тоже сами не могут заниматься продажей мёда, потому что им надо постоянно думать, как обеспечить пасеку, как сохранить эту пасеку, как работать на ней. Вот, в частности, то, что касается реализации мёда, явно. Какая у нас порода и как зимой? И по технологии, если у нас на нём немножко бывает. Значит, порода, начнем с породы. Значит, с самого детства я помню, у нас была ну, так называемая среднерусская порода всё. Конечно, она и кубитальная, и сразная, и пчёлы отличаются от южных пород. Вот. Но та порода сложилась, сложилась, наверное, за каких-то лет 200, если мы историю пчеловодства нашей Сибири знаем. Значит, за лет 200 сложилась эта порода пчёл. Да, порода продуктивная, но сама популяция этой породы, этой породы в наших вот местах она очень была злобливая и очень интенсивно охраняла свою гнездо, защищала гнездо, и иногда откачка мёда для некоторых пчеловодов, да и окружающих людей превращалась в ужас. поэтому что надеется на юга, тут видел, что там чё-то более-менее мировые, более-менее. Ну и тут уже значит, где-то в начале 60-х лет такая масштабная пограда пошла, Компатская пчеловодства. Ну, в 69-м году решил испытать это не я в счастье. Поехал в Компаты, Компаты в Узгород, Мукачево, облазил там целый месяц. Весь апрель лазил по всем горам, значит, попал на питомник Мукачевский, где организован Альтесяном и Губиным был. Вот. А интеллективно там возглавлял этот питомник. И понравилась мне Карпатская пчела, когда я по горам полагал, оказывается, там они у них зевуются, бывает 2 метра в горах снегом засыпят эти ульи, и они у них стоят годами, даже передаются уже из поколения в поколение эти пачки. Пчела, если чисто Карпатская пчела в горах, которую я знаю и которую я полюбил, это чисто серая пчела, без всяких колец желтых, без всего. Там серенькая пчела, миролюбивая, очень миролюбивая. Насколько я знаю, Владимир Георгиевич испытания в Кемеровской области тоже проводил, она в 64-й данный год, или в 63-й год, проводил испытания этой пчелы. но результаты такие, что она могла соперничать по медосбору с нашей среднерусской пчелой. А по миролюбию значит отличалась на десятки раз. Я вам скажу, что на твоей пачке до сих пор я не имею 20 лет и у меня нет в сердце. Вот у меня сессии еще они скажут, что я всегда у меня вообще только дыма, дыма надо обязательно, чтобы не давить там все. А в сердце у меня нету и вот без сердца лет 20 уже работаю, подхожу к улице, спокойно. Поэтому я в 69 привез впервые 209 пакетов. Но и с тех пор 21 год все время завозил. Тут поехали ваши Василисские пчеловоды, поехали наши Клиберские пчеловоды Компаты. И был такой объемистый, очень объемистый. А еще в 76 году в 75-76 пришел воротоз много пасек. Как у вас толхозы, совхозы, так и у нас погибла от воротоза или сократилась на нет. И вот мы завозили тысячами пакетов. Тысячами. Буквально тысячами. Но некоторые везли еще не только уже вначале завозить и которые не только в горах пчелы карпатские серые, но и желтые кольца и повеси всевозможные. видать уже ближе к краинке. Не чьи-то карпатская. Потому что порода карпатская, я бы не сказал, что это порода. Это какая-то определенная популяция краинцев пчел, когда-то завезенных на Украину в карпаты. И она наверное там прижилась и в горах национальные. Они почти не качули. Они мало переводят. пачки. Там только разбывают на белую ракансию переводят. И все. ингельцам первые поближе. А так они националь стоят. А потом способились продавать пакеты и они вообще перестали. перестали. И вот за эти 21 или 22 года я завозил все. То есть зачем без первых взял. С тех пор больше ничего завозил. Ни КАПАС, ни каких людей. Пробовал несколько маток так покупать за все время с 30 а так но старался чтобы попались маточки. Но эти маточки закупленные уже давали поколение. То есть сразу посаживаешь маток и пчел получается где-то или один или два темпетра желтые. То есть они уже так ретизировали. Поэтому я не знаю насколько сейчас в Карпатах есть серые карпатские пчелы. и завозим ли мы пакеты многие вы покупаете пчеловозы все покупают и все день завозится насколько мне известно большое количество пакетов. это уже рискованная завозка. Надо те пчелы, которые у нас есть вам, если они вам понравились, ваши пчелы, то надо именно ту популяцию на всю территорию создавать местную, которая есть у нас. Сейчас как мы ее назовем, я не знаю. Я ее называю местные пчелы. все. Понимаете? надо ее сохранять, надо ее улучшать. Потому что меня, допустим, телы вот эти уже 25 лет устраивают на пасе. устраивают и я поэтому сильно пакетами, никаких больше не пакетами. Сам продаю, а еще больше не допускают. Да и пчеловодов свои не советую завозить. Постоянно если мы будем завозить, то когда-нибудь мы все завезем такое, что нам вообще не надо. Или что покупят наши пасеки, которые есть. Поэтому надо у вас также здесь на Сибирской области территория больше наших два раза. Поэтому здесь надо создавать тоже свои питомники по разведению пчел. Условия с вами наши одинаковые. И производить больше нескольких пчел. Потому что пока идет адаптация пчел, пока идет смешение, пока они представления этих пчел. На этом мы много потеряем. Если будем постоянно завозить бесконтрольно, то мы и растеряем последних наших пчел. Поэтому я всегда говорю, давайте будем сейчас на этом деле успокоимся и больше всего обратить внимание на производство своих местных пчел. И сколькие уголки можем меняться где-то там на Сибирь область где-то хотя в Атахе очень много завозят пчел со Средней Азии. Но со Средней Азии все я вообще вам не рекомендую завозить со Средней Азии. Потому что рано или поздно с пчелами во-первых они неплохо обважаются. они даже могут зимовать у вас хорошо могут зимовать. они по бедосбору намного отстают от наших местных пчелами. Мед, который распечатанный, который в центрофугу прошел и смешался с воздухом в 10 раз костейности лечебных камней хуже, чем сот. Вот как твой пчел вопрос? Как? Видите, нет никакого сомнения в том, что сотовый мед полезнее центробежного. Тут никто не должен об этом сомневаться и вы покупателям даже об этом говорить. Все те свойства, которые присущи тому меду, который собрали пчелки, они находятся в меде нетронутым человеком. Вот выложили на стол и отрезали кусочек сотового. Вот это заключается в нем стермо. Центробежный мед с воздухом, да, уже наверное сразу я вам скажу, теряется часть аромата. Аромат, вы знаете, это же тоже самое, что аромат это, где же сам это аромат меда не может быть бесконечным. И чем больше мы его фасуем, перекладываем, разогреваем, тем больше мы ароматизированных веществ теряем. Качество продукции снижаем. Да, снижаем, а сами независим от того, мы думаем, что доброе дело делаем и снижаем качество продукции. Поэтому конечно сотовый мед это самый наилучший мед. Я не знаю, немножко о вашей технологии содержания. Ну, технологии, вы знаете, не зря говорили пчеловоды старые. Я не один раз слышал, сейчас не один раз повторяю. Сколько пчеловодов есть, сколько и методов пчеловождения. И тот метод пчеловождения, который вы применяете у себя, у себя, допустим, на Сибирской области, он может совершенно не подходить у нас. Есть общее, общее, они где написаны. Вадиме Кемеровской сети, там общего всегда найдете все, где все вы не делаете. есть секрет, который строит мысль. А есть частные, но в чем заключается пчеловода, промышленника, если ему так так говорят, ладно, у которого большое количество пчелов синий. Значит, нехватка времени по уходу за пчеловой, да? Вот этими обычными методами, рамочками, там, подстановка, рама, все. Значит, пчеловод ищет метод, метод, ага, опробует, ну, я что опробовал? Вот у меня, допустим, прошлый год половина пачеки зимовала в двухкорпусных кухнях. То есть 650 сибирь я поставил в зимовник в Дагановске в двухкорпусных кухнях. То есть это до начала конца июня я избавил себя от всех работ. Во-вторых, я сейчас не применяю такую пересадку, допустим, чтобы пересадить. Только аглотативные седии, если там на демоторную то и то их легче уничтожить, чем пересадить. Вот. Я применяю широкий литок и вкладыш. Вкладыш на демок убираю и все летом у меня стоит лист ДВП повесил. Перед выставкой из Улья из Амшаника я свеженький нарезанный вставляю, а подбором вытаскиваю, ставлю вкладыш, выношу. Все, у меня и беглый осмотр закончен, у меня и весенняя ревизия закончена. Все уже сделано вот этим одним движением, которое занимает несколько секунд. И поехал на выставку, на машину грузовую. И сразу вставка. В зимовке тоже лист остается? Да, да, да. А под ним сырость не образуется? Нет, нет. крышками. Все везли везли везли. Ну, если так бы вам наглядно, вот я не привез, там можно проходить и видеть, когда клуб везли везли, везли. Вот он везли, прямо касается кладыша. Видно, что висят везли. А с крышками? Нет, нет крышками. А подрамочное расстояние какое у нас? Подрамочное пять сантиметров. Или пятьдесят миллиметров. Ну, это и, значит, для кладыша тоже пять сантиметров. Четыре. А, сантиметры. один. Вот сюда четыре сантиметра. Летом настроен снизу. Снизу нет? Да нет, это говорит о том, когда мы опаздываем что-то делать с семьей. А так-то и нет. Это когда мы опаздываем, конечно, могут быть и настройки. Все и на двух сантиметрах, и на двух сантиметрах все достроено. Потому что если бы ты опоздал, ты становишься с отпусковым, магазином, и чего-то полурамы, с магазином. А на улице не практикуете зеркалку? Будете молодым. Начиная с 18 лет я начал практиковать на улице зимой пчел. Сначала 20 семей, потом довел опытную группу за 50 семей. И 20 лет, 20 лет я над ними издевался. Значит, всякими, все перепробовал, значит, и часть рамок убирал, и мхом, и снегом. Ну, в тайге под снегом единственное, что лучше всех зимовка на воле проходила в тайге. Все много снегу и под снегом. Хотя бы, чтобы улице прикрытия был 30-40 сантиметров. Вот это еще относительно, хотя сырости вы не избежите, от нее никуда там не денетесь, никакие там вам не помогут средства на воле. А тот снег, который мы накидываем, он плотный, уплотняется. Мы, не знаю, мы их охлаждаем наоборот или утепляем, снегом закидываем. Так что отказался я, наверное, мне было 40 лет, я отказал. Ну, 20 лет это точно я пробовал сборку и звуков куса, и с магазинами делал. И, что-то, или заполнял, рамки убирал. Но, все-таки, вот, из практики моей, понимаете? Я, если когда-нибудь хотите, или хотите, точнее, загубить пачеку, попробуйте. Все, те, которые пчелорозу я сдал, которые на воле зимовали в Аш, в Тобутинском районе, человек, который я, по-моему, что я знал, даже в тайге, рано или поздно оставались бы все. Поэтому, если у вас хорошее помещение, есть, вы доставите и все. Поставьте и создайте им нормальные, хорошие условия. Еще Прокопович, а Прокопович, вы знаете, который изобрел у нас в России первый улей, Прокопович, значит, сказал так, зиму, как в Украине, да, Прокопович, и там у него все 10 тысяч все семей зимовали в Амшане. А в Амшане, я ему говорил, должна быть такая температура, чтобы ты в толщовой рубахе зашел и не чувствовал холода. Про сколько градусов там не написано. Я вот сколько искал, так и не нашел. А у него не было в Амшане. А он, говорю, вот так, зашел в Амшане, ага, тебе не холодно? Нет, значит, все тепло, хорошо, и уютно. Поэтому, раз, навесел, они зимуют же, короткая зимовка, представьте, за него. А? Короткая зимовка того не. Да. Поэтому, даже при этой зимовке он не говорил о том, чтобы о боли и зимовке на боли речи не шло. Между корпусами какое расстояние оставляется? Сейчас. Между корпусами? Стандартная, да. Стандартная, как она есть. 8-10 мм. все это такое состояние. Здесь он стандарт, мы его не вязали. Рамки не перебираете, маленькая подробность, это можно, где-то можно? Выставили, вылетал. Все, а, если технологию дальше, да. Значит, потом я стараюсь делать таким образом, чтобы, если они в двух корпусах у меня зимовки, то нижний корпус используется два года. Два года. Я в него даже вообще никогда не уладил. Второй корпус, значит, за лето в основном меняется. За счет врачины приходит полностью смена за все лето. За время пикачевок, за время медальбора. А потом, значит, уже, когда, конечно, уже зимовки пройдет, уже в этом процессе работы, значит, я думаю, как все нижние корпуса забрать и заменить на верхние корпуса или дополнительные корпуса дать вниз. То есть, у меня нижний есть и двухкорпусная зимовка, то пчелы значит, используют нижний корпус два года. А когда ставлю уже свежий туда, постараюсь подседлее сотни. В сердце ставлю светло-коричневые и покаят в сердце. Там вот много дверки будут, потом туда выделывают. А теперь вот там дверки можно выделить. Я не знаю ли вам даже имея у нас, допустим, я говорю почему по свою технологию, у нас весной всегда огромнейший дефицит пирги. Я знаю, что ваш пчеловод знаменитый, черноян был, который весной медовые рамки менял на пирговые. Ездил по областям, пчеловодом собирал пирговые рамки. То есть, ему постоянно не хватало пирги. поэтому такого, у меня был избыток пирги за всю твою жизнь, хотя рядом тоже тайга, кочури иногда стоять, и степь, значит, у меня не было такого, чтобы мне хватило пирги, у меня всегда весной не хватает пирги. А как маток меняете? Что у вас выставляет антоникар по порядку технологии? Вот замена маток. Замена маток и, значит, где-то в июле месяце, даже, наверное, с начала июля, я начинаю делать организацию отводка. Отводка. И эти отводки мы делаем на протяжении вот июня и июля. Почти до первых чисел августа. Отводки маточные? На маточнике, маточники выводят, маточники создаем отдельно, делаем отводки. Каким образом? Вот рассматриваем вторые корпуса и по две три рамки забираем с расходом печатным, с челами и вот такие ящики синие рамочные в них вкладываем, увозим с пачка и заносим на одну ночь вовшаник, а потом значит, надо на две, на три рамки, на большие плотки, на четыре печатного расхода делаем отводки. вот этой процедурой занимаемся, вот это самая главная процедура, которой мы занимаемся и люди, и люди. И вот здесь у нас накапливается к осени избыток отводков. И за счет этого мы меняем маточник. То есть когда это происходит? Не отлично, а когда вы его подсоедините. Хоть в августе, хоть сентябре, они всегда у нас резервы есть, а я резервы есть. И мы их подсоединяем. Если допустим, видим удачные молодые морки, очень плотно тервят, быстро плотно развиваются, значит мы в первую очередь их используем уже как дополнительные основные семьи. Каким образом вы делаете это пересадки все. Мы не отыским старую маку объединение и все. А какая остается? Нет, мы не убираем. Если вам это охота, если бачика небольшая, то отберите и прицедите отводок молодой маку. А еще богат лёж такой, никогда в августе не проводили вывод маток перед концом сезона, чтобы на следующий год эта матка как молодая пошла? Да, вот здесь это в наших условиях проводил, не один раз проводил, и каждый год какая-то часть попадает у меня отводков на августе начало августа. Бывает вот в этом году, допустим, не знаю, как у вас, а нас труднее жили на самой поздней осенью. 9 сентября. Все в земле, да, очень позже жили, поэтому здесь риск есть. Матке оплодотвориться надо, вылететь. Температура была хотя бы 22-24 градуса, а может быть она за один раз еще не оплодотвориться полностью, надо второй вылет. Вот здесь в августе может злую шутку с вами сыграть погоду. В июле это точно оплодотворится. В июне тоже точно. А вот в августе бывает, что самое количество маток оплодотворяется и полноценных маток меньше в августе. Потому что это самосохранение только не бывает, а чтобы качественную матку получить в августе мы уже не получим. Она будет неполтворенная полностью или в этом году я пригласил с института нашего хозяйственного пракета Николая Ивановича кандидат биологический наук. Он приехал в деревню я собрал группу 10 человек 12 человек и он проводил занятия и я им помогал там на месте. учебу провели и он выдал им удостоверение праве работать с телами. Такую работу. А так-то ребятишек привлекаю. у меня пасека это наполовину детская. Летом да и зимой бывает. Даже зимой бывает. молодежи я советское время советское время у меня стажировку прошло за все советские 27 лет 125 человек студентов со всех мер и были в Сибирской области были в Баскирии даже проходили практику еще в советское время и технику но ведь были человеческие техники были в каждой области почти на каждой области были училища человеческие и вот такое количество лет. Так давайте вопрос от вас. Нам все-таки интересен ваш секрет. Дальше вложить на логию что у вас будет я вам уже почти что рассказал. Основное для вас все знакомое. С таскачкой я был помнят качательный мы все умеем. Ну я больше всего я наращивать не стараюсь. Мне очень удобно я говорю отводки постоянно делаю. Бывает по шесть по тем отводкам со с два-три корпуса работы. против роевых еще, да? Да, да. Мои работи постоянно делаю. Роится очень мало. В этом году я 10 тачков даже 11 тачков я по-настоящему я одного роя не видел. На каком удалении тачки? Тачки друг от друга на каком удалении? А всякой. Центрально. Ну самое большое масляное важное тачково 100. А так старает поближе. Если есть медоносы, это от медоноса зависит. На каком расстоянии медоносы на том? Получается фактически сборная отводки. с вами сделаешь, петра за золото. Да, да, да. сборная отводки. Только бабки только что от определенных семей выводят. Я две материнские семьи отбиваю, от них отбиваю материнские подъемы вы делаете больше количества рамок отводок? Да, всяко. Бывает, что даже в Июле я считаю, что если в Июле вы на две рамки расплода расплода пчелами на две рамки расплода делаете отводок, вы две рамки поставили, две кормовые жетчатые рамки. Практически если пчел вы встряхивали и брали, берете суля, то у вас уже отводок. Облетелось, тогда вы можете, вот когда маска облетелось, если хотите из нее сибы превратить, или еще что-нибудь, то добавляйте тогда еще рамки. А надо каким образом выводить? Искусственно? Сущевые? Или варки? Сущевыми, если есть такая возможность, не брезгую. Не брезгую раевыми, если я отводки начинаю делать, опоздал уже, то семья, допустим, уже пришла в роевое состояние и запечатала макет или не запечатала еще. Тогда мы эту семью не две рамки забираем, а забираем уже пять рамок обхода, шесть рамок обхода, чтобы она на месте не роилась. Загружаем машины, такой вопрос часто бывает обводок сделать сборный туда маточник, но они на своих яйцах могут сделать вещевые. Вы второй раз не вырываете и не проглядываете? Проглядываю. То есть сортируете их, Одно оставляете? Нет, которые вы дали уже готовые маточники, дали готовые маточники. Как обычно, если вы дали уже дача маточники, то почти все сто процентов маточников принимаются. Почти их. Маточники просто так, без защиты дают? Ничем вклепить? Постойте время без защиты. Не за всякой. Да. Вы постойте время защиту не примите? А еще не так по-моему выводите маточник в искусственных меточках и соц. джентр или коз что применяет для искусственного вывода маточники? для искусственного знаете я на донышкой месте еще лжется когда приносили чипки вы это имеете ввиду? вы не хотите дембер искусственные мисочки сами сглоска льете? Нет, височки я сам я все-таки мало объема поэтому я делаю мисочки дадим приготовить переноски хранить в банке потом ставим всеми воспитательницам две рамочки или одну рамку маточникам даем от 25 до 50 а потом прививаю заносим сначала воспитательницу дали они их очистили потом идем подвесел заносим речинок чем вы говорили на спатье обык всякие места есть патриотики очень удобно очень удобно китайский был автоматом не пользовался это это вы можете делать в любое время вот мне пришел приходится одновременно делаю отводки и уже в конце июня июля я начинаю посаживать вижу матка семьи мы же проходим до семьи откачку мы же делаем такая же картина видимо что в этой семье очень плохо червит матка значит мы не берем отводы с молодой маткой поэтому эта процедура начинается одновременно и поделка отводков и одновременно также замена будет так она и движется август можете использовать когда вот знаете я говорю себя пчеловодом когда в августе в конце августа и сентября у пчеловода масса времени можно спокойно не торопясь и очень так грамотно сделать сборку гнезд на как вам понравится так вы и делаете лишь бы погода 14-15 градусов была и вы отлично делаете сборку гнезд особенно с нашими пчелами которые сейчас есть и у вас и у нас потому что такого большого расхождения пчелок нет 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 объединяются через газету нет нет это я не делаю просто объединяются безо всего безо всего и не было никогда драки нет поэтому здесь какая останется маска все-таки дайте самим чем они сами выберут какую оставить другую а может быть они зимовку я буду полюс часто бывает что карпатские идут в зимовку 2 марки поздно очень объединят двумя матками зимует арестой она теряет одна такое бывает 5600 надо вообще идти до чтобы желательно первого года было запечатанного и на зимовку оставлено и фонды пислород выжить и весь корпус откачать или два корпуса откачать нет 5600 оставлять до полного запечатывания обязательно 5600 уже уже 20 килограмм я про то я боюсь в августе может матка сеять и этот мед они скормят взятка не будет ну вы можете не бояться я такого не видел чтобы матка такую большую яйценоспись развивала осенью я все у них находится а сахар сахар закармливаете ну вот уже три года не хожу вообще ну вот уже три года не хожу вообще да что-то В Масляне, где вы стоите? В Масляне, где кочевая бачка у вас? У нас в Донара деревня, как мы по дороге ездим, 10 километров. Нет, это Журавлево, понятно. Не в самом, Журавлево, 10 километров. Хутор отдельный. У меня для бачки отдельный хутор. А, понятно. Я-то высказываю. Там, знаете, у вас, там, Шани, все там. А потом, 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 а это я вывожу уже туда. Вот, если хотел спросить, куда вы будете? И не уезжай в бровки, и петяни за эту бровку. А, ну-то я знаю. Знаете, по местной спектакле. Сколько и каких метоносов вы сеете? Знаете, любимые мои метоносы, это, конечно, Доник и Фацелия. Но не всегда удается, как бы хотел, поэтому приходится еще и подсевать все миноносы, которые есть. Которые у нас, вот это Ильичиха, это Ирабск и все. А вот Мордовник, что, Родововый музей? Да, Мордовник, что, Родововый музей? Поэтому на промышленной основе, чтобы использовать там 10, 50, 100 гектаров, да, этого Мордовника, я такого не знаю. А 10-50 гектаров не нужно даже для вашей практики, для его продуктивности. Причем он растет на одном месте бесконечно практически. Ничего, ничего нету до бесконечности, ничего нету, нету и Мордовника до бесконечности. Какая-то технология, все равно, к этому, любой агроном вам скажет, если не применять никакую, значит, технологию, то даже и 10 метров на одном месте вырастет. Прорастет. Каждый, в его форме полтора метра в год, он морозный и засыхал устойчивый. Ну ладно, не наоспорим. Вот, когда я увижу, когда я это дело посмотрю и убью. Я практик, я, вот Владимир Георгиевич, он ученый, а я практик. Я, поэтому здесь, я в сказки, а вы все в сказки не верите. Это не сказка, потому что в 11-м году вы посадили вот 2 гектара Мордовника, с каждым годом он все больше и больше рискует, высотой до 2,5-3 метра. Ну это почва еще не зависит. Да, почва не зависит, у нас еще почва плохая. А нет, какого района не зависит? Тогучинский район Дергауссово. Дергауссово? Да. Ладно. Когда касалось, вот даже моральный корень, лечебный, все, я с Алтая привез, тоже там был дед, который изучал медоносы Алтая по чужескому тракту, тоже фамилия Брайбин. Это давно было, это еще молодой был. Вот от него я привез много семян золотого корня, морального корня. Моральный корень я посеял тогда 10 гектар. А продуктивность какая у меня есть? 10 гектар. Вот. А он начинает свести только на третий год. Мордовник на второй год. А тот на третий год. Поэтому... И цветет это поздневекиум. Он начинает в этом году с 20 июля, ну и практически до сентября. Ну когда замазки он уже не выделял. До 20 августа он выделял вообще данный аддон. Ну дай бог, значите, размножайте дальше и испытывайте его. А он уже все, размножился, он уже будет расти. Ну ладно. Вы размножайте дальше его, у вас рост, дай бог, растется и будет. А еще один в Сибири у нас отличный посевной медонос. А зимой идти в одном омшане? И какая температура в омшане? Ну, начиная от 4 до 8. А с чем это связано, что повышена температура? Для нас это не зависит. Какого топлива? Вечный плюс земля. В основном это связано с теми медами, которые консервизуются. То есть рапс, гельчиха, вот с этими медами связано. Если вы будете зимовать при нуле минус 1, минус 2 или 0 градусов, то пчелы у вас и на гельчихе, и на рапсе погибнут. И могут погибнуть все. При 5, от 5 до 10 градусов, они прекрасно восстанавливают. Это тоже проверено практикой в моей жизни. А есть еще такой вопрос. Зиму вы ставите сверху, у вас что там, положок новый? Или чем накрывать? Нет, положок я меняю, допустим, он 23 года раз с положками. Тот же, с которым лето стояли? А? Тот же положок, с которым стояли лето? Да, да, да. То есть у меня только открытый литок для вентиляции. Но постоянно, даже зимой, у меня петочной вентиляции нет, открыта дверь в том шаге. Там у меня два тамбора. Первый, вторый, третий. Третья дверь, они полуоткрытые. Такие, ну, от мороз не зависит. И вытяжная, два больших вытяжки сделана по полметра карты. Ну, это хватает. Вся вентиляция через низ гнезда идет практически. Ага, и дополнительно еще ставлю, да, это в задней стенке амшалика, а это спереди открывается дверь. Ну, и дополнительно бывают еще вентиляторы в виде небольших вливателей, кранатов, можно даже теплый воздух подогреть, чтобы в двери заходил теплый воздух. В то же время он повышает влагу. Я считаю, что у меня, хотя он был подземный, но считаю, что иногда бывает влажности не хватает. Самая такая хорошая влажность 70%. Может быть, 80-85% уже и лишняя, а относительно 70% уже практика поверена. Десятилетия нормальная влажность влажная. Вот такую влажность влажность. И вот такую температуру. И прекрасно зимует на рабском нёде. Рабском нёде, который все почему-то бракуют в зимовке. А если у меня отдельные есть пасеки, тачки, то есть, не пасеки, а тачки, отдельные тачки, только на рабском нёде зимует. И прекрасные сели. А мне не подушек нет, у меня сама крышка, стенопластовая накиплённая. У меня вместо подушки положочек и ещё полсантиметра такая, как бы, под вид войлок и скручиваю. И всё. Больше ничего нет. С ключом как выборитесь? Воротоз. Но я не знаю, кто от воротоза полностью избавился, чтобы на пасеке не было воротоза. Я пока нет силоводов таких не встречал. Ну, как обработать? Как болитисто. Раньше, за тысячи семей, я применял тепловую обработку в октябре вечера. Ого. Сипать. Парни в себя не поставили? Это примерно дней 25-30 уходил у меня на это дело. На это дело. Но эффектность – это самое наивысшее. И если вы в дальнейшем будете намерены, значит, настроены на органический мёд, органическую продукцию, то это может быть и необходимостью. В дальнейшем мы можем целесоуствовать над этим методом, каким-то образом как-то продумывать грамотно. Но это самый такой визитативный и в то же время эффективный и для продукции, и для человека. Ну, а остальные где-то да я не буду вам рассказывать. Камера одна или несколько используют? Камера одна или несколько? Нет. У меня не кема камера, у меня термофоглота. Ну, давайте и расскажите. Сюда поподробнее. С этого места. Где стоит термофоглотом на 46-47 градусов. Вот, обогревает. И он же и дует, воздухом движется. Стол сделан. Кассет может уходить до 15-й. Ну, сейчас и поменяю я. Просто, наверное, ставит там. До 15-й камер вмещается. И вот, комната большая. Подвозим. Допустим, вот 50 штук мы наветили. Все, не пересекли. Все, у меня помощник и помощник. Все. И мы вот 50-60 семей спокойно обрабатываем. В этой, в этой. Стол, бренку настилаем на стол. Камеры вешаем. Ну, экспозицию для каждой камеры надо запоминать. Сколько минут, и все. 12-15 минут держали. Ну, эффективность тоже хорошая. Очень хорошая. Я говорю, тут живые они у вас в глазах все падают. На стол. Хорошко, застилая, банку взлетаете. Камеры, как-то это скажут, шевелить. Стряхиваете? 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 Или как дальше? Да, да. Стряхиваете. Ну, можно, можно сделать. Я все думал, что надо делать. Сделать валик, чтобы они сами, азарматистики. Стряхиваете? На улице делали, сряхивали. Загружали. Загружали кассеты. Загружал помещение. То есть, улей заносите, да? Да, да, помещение. Потому что, когда после термокамеры, вы гнездо собрали опять на место, да? Собрали гнездо. И после, ну, здесь комната у меня 12 метров, а длиной, я вдоль опорщик этих куни ставлю. И начинаю опять высыпать. На улице в октябре бывает холодная погода. В октябре бывает холодная погода. В конце октября. Ну, я всегда раньше, в сеном ноября, я управлялся с этой работой. А сейчас так же, физически, так же, тоже и гиппин, те же полоски, то же самое. Но, чтобы вы не применяли, надо применить. То есть, четко я не могу, не хочу давать вам почему-то лимитации, потому что по любому препарату они есть. Вы опробуйте и сами убедитесь, что у вас лучше. Тем более, я вам сказала, у меня я квадочную таску и смотрю, допустим, даже гиппима оборудовала, я уже смотрю, сколько клеща остыкового. Выдвигаю, смотрю, вот они, клещи, вот, ага, или сотни, или тысячи, или десятки, или вообще единицы. Ага, если единицы, значит, в дальнейшем времени узнается лечение. Только надо, даже и гиппином все равно проводите более-менее грамотно, чтобы все, где в улочке, где все, и на флот попал. Там не используйте большие, там, эти, штыцы, большие, там, эти, штыки. Вот, положено на десять кубиков. На десять кубиков вы берите, на десять кубиков на улочку. Все, помощник, и вы, ну, за день, 200 сременей меня спокойно обрабатывают, а где тысячи, правда. Ну, то, что Владимир Горщин, изобретение олопропана не обрабатывали, гораздо больше. Нет, нет. А вот еще вопрос, что, о том, говорит, после сбора, там, грубо обработать бутином, а один парень, то... Если вы два раза или три раза осенью бутином обрабатываете, то начинайте, не ждите, металлкоз закончился, сборка проведена, в конце, в конце августа. Расход еще есть, но обработку уже начинайте. Пока, если вы дождетесь, пока выедет у вас последний расход, то уже тысячи ваших пчелок на 50% покусают. Начинайте раньше. А пушка снимает, что на пусы? Нет, 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 это я что-то пробовал, я не рассказываю. Предложение, небольшой перерыв, а потом еще побеседуем, вы не обезетесь? Да, это что? По законам, ну, в целом-то мы одобрели, так-то, проект содержания сильных семей. В целом одобрели, но много там было таких моментов, где маленько мы выглядели и помечали. Здесь... Вы про ветеринарные карты или про проекты законов? Ну, я и то, и другое. То и другое. То и другое, в целом. В целом и то, и другое. Поэтому, если так считать, так считать, я думаю, что сильно наше мнение не очень будет иметь значение. Нет, нет, нет. Это как его плеча. Да, да, да. Не очень будет большое значение иметь, как они его живут, в каком виде. Но, я, допустим, за то, чтобы развивать любительское пчеловодство, чтобы в селах все задержали. Ведь в советское время, я вам говорил, какая у нас злая пчела была, и то, каждый пчеловод-любитель в деревнях после войны, и все время, оставался и даже в полициянике, как и на переднем плане пачку содержал. Так надо было в деревне войне, да? На переднем плане пачка, где по деревне видишь, в том, что он держит, у всех видно. Сейчас нам, конечно, надо прятать. Но здесь, если промышленную пачку, а это уже, допустим, 150-200 семей и так далее, и больше. Но лучше от меша подальше. То есть надо приобретать где-то какую-то заибку или где-то на краю, чтобы от деревни не мешать, чтобы пчелы ваши не мешали. И не мозоли глаза их, а то что-то всегда у нас так получается, что где-то у кого-то одна пчелка кусила, и все деревни подымают бум. У нас было такое, да и у вас, наверное, было такое. Поэтому здесь те правила, которые сейчас можно содержать, только заборов 2 метра обязательно надо. Чтобы был зато 2 метра, и можете содержать. Вы свои предложения, как я понимаю, сформулировали, да, и отправили? Отправили, да. Да, мы эти много предложений таких. Ну да, видите, еще что. Там, значит, не допускать раи, чтобы раи не облетались. Это в целях ветеринарной безопасности, чтобы не было на пасеках массового раения содержания. Но я не думаю, что все мы сможем как-то избавиться, чтобы ни один рой не вышел, не вылетел и даже не улетел. Извали такое может. В принципе, слабовыполнимое требование, если совсем раи не случится. Да, 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 поэтому это практически совсем. Да, тем более, кто за нами еще и проследит на пчеловодах, что вышел у меня, улетел, я сам-то не видел, а кто-то там, кто его все здесь увидел. Дело не в том. Ну, с раением мы все знаем, что если с массовым раением, с роевой горячки, конечно, нам надо бороться, делать побольше отводку. Ну, значит, и стараться не допускать, чтобы от пачки у нас были, то есть заболевания. Все, особенно надо опасаться вот с этими пакетами, совсем это, это не пьянцовые заливания. Вот, надо все-таки здесь подходить осорожно. Ведь были года, еще даже в советское время полностью, пачки некоторых обминцов исходили, да нет, где пчеловоды не лечили. Ну, а сейчас, я говорю, сейчас пчеловоды все грамотные. Все знают, что очень много препаратов есть, всего, потому что сейчас все названия, они, никто, наверное, не запомнит и не сможет запомнить. Только у нас есть препараты по лечению тех и других заболеваний, и еще новые, если даются, и еще. Но, сильно не увлекайтесь, где-то, надеемся, чтобы во время медосбора не пользоваться всеми возможными препаратами. Оберегать все от отравления, вот это вопрос очень важный. Мало что, если кто проработал в пчелове 10, 15, 20 лет и не столкнулся с этим неврением. Мало таких пчеловодов. Обязательно кто-нибудь до столкнулся. Хотя, вы знаете, на стыда там пишут, что вот эти безопасность, там рисуют, все это ерунда. Все это накапливается и в почве, накапливается и в продуктах, опыляют иногда через метр, иногда расстояние не соблюдают от пасеки. Ведь сационарную пасеку, если есть, ему надо опылить, он находится в 500 метрах его поле, ему надо опылить, а ты почему-то должен пасеку выводить. Почему? Почему ты должен готовить и вывозить, и куда вывозить? Вот здесь тоже много неурядицей, которые надо закрепить в правилах каким-то образом. Но там же указано 3 километра, но так непонятно даже рекомендации. Страшно, не это самое, непонятно, 3 километра, значит, то ли могут, то ли не могут. Ну, из своей практики я скажу одно. Меня окружают вот две тысячи, почти с половиной всяких разных земель. Я постарался, чтобы они в классике компактно расположены. Но все равно, другие фермеры на километра полтора есть участки, и их заходят. Так они все равно стараются, ведь опыляют, даже не предупреждают. Об этом они будут со своей выгодой. Еще хуже, сейчас, значит, есть жук, который цветает, который поедает рапс, а рапс на цвету пылят. И не предупреждают даже, а пылят его. Пылят доник, семенники на цвету. Испорцет на цвету эти. Да, гречиху, гречиху я никогда не встречал здесь на цвету. Значит, для Новосибирцев, Ивановичевский район, Степно-Бутово-Велево, значит, 500 гектаров, гречихи. И какой-то жук начал цвет поедать. Никого ничего не предупреждаю, я за хачок заведаю, значит, а по жилетко уже, по жилетко уже мертвые пчелы. То есть почти чертую пчелу в той генерации все побудили. Это такой действующий. Потом отменяли неделю спрятались целую. А опылили не видел когда, а поле недалеко было. Вот поэтому здесь много таких нюансов. Можно иногда и без пасеки остаться за этим. Но еще самое главное, что какую-то часть нектара пчелы принесли. Этот мед опасен для человека. То есть только важно было бы вот здесь закон о защите пчеловодства? Да, да, вот это все пчеловодство, вот наши законы, наши правила содержания должны как-то защищать нас от этого безобразия. И они защищают не то, как все, а защищают все человечество от этого. Вот один любитель у нас сеет, значит, выезжает, 4-5 пшеницу надо обрабатывать. Я говорю, зачем ты столько ее обрабатывает? Уборка подошла. А вот, да это все не таксисты, ты, Анатолий Николаевич, что, прочитай, здесь написано, здесь ничего. Когда убирать начало, я его сделал. На, понюхай, чем твоя пшеница пахнет. Она пропиталась этими ядами, чиница, зерно. А ты же еще, у тебя ты камня, сейчас ты ее голод будешь и людям продавать. Поэтому здесь без внимания вы не должны оставлять такие факты. Вот это, что хотелось сказать по этому поводу. Есть вопросы к Антону Николаевичу? Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ В КМБ. Владимир Владимирович, вы что нам сказали? Я дополнил Анатолию. Ну, к теме, когда я работал, Анатолию я еще не знал. Мне сказали, что появился европейский гнелец на пасеке в этом промышленском районе. Я удивился, думаю, как так? Мы по всей области проверяли, и никаких болезней у нас не было. Ну, я поехал в эту, на пасеку, а там работала женщина, молодая, симпатичная такая, ну, и горбеля, что бы была. Я в жизни не видел столько восковой моли, сколько эта женщина развивала. Рамку возьмешь, измельет, прилететь, осыпется. А сейчас бы собирать эту панкулез, посыпать. Ну, и вот. Она потом еще завершила. Вот эта пасека досталась Анатолию. То, что он сказал, что взял в колхозе пасек. Ну, не такие ему дали, что там у него, что полноют еще. Это была самая такая, стала пасека. Ни сотов там хороших не было, тем более самая Трусковая моль. И вот из этой пасеки, из такой плохенькой, он создал пасеку самую лучшую в области. И мы, когда с ним это уже познакомились, у меня на курсах учился. Первый год проучился, ни разу не опоздал, и за ним сдал на отличие. На второй год смотрел на пятерни, на первом ряду. Я говорю, ты зачем? Угольте еще. И второй год прослушал, ни разу не опоздал на отличие. Значит, все время к знаниям рвался. И в настоящее время я считаю, что ученики всегда должны быть лучше учителя, знать больше и продвинуться. Если они не достигли, тогда прогрессом жизнь не будет. Вот он тут скромно сказал, но в настоящее время я считаю его лучшим специалистом по зимовке пчелок. Он скромненько, он тут сказал, что при высоких температурах. Я сначала удивился, думаю, как это так? Ну, все время, ну, больше пяти градусов валится по этой температуре. И, кстати, вот в подземных зимовниках, как пять градусов в темночь начали, ведь откроют, на четыре спустился, тишина. Значит, я к нему приехал на пасеку, у него двухкорпусные ульи были, и надо сказать, в этих двух корпусах пчелы, ну, не у каждого на пасеке, вот в течение сезона такие сильные-сильные. Значит, тени-сильные, в двух корпусах. Литкие, там, широкие, свободные, все видно, а синфонолог по свете, что будет, там, иначе еще. Значит, сверху термометр лежал восемь градусов, на полу, даже в тот первый год, сверху было, что, 12 градусов, а на полу, до восемь градусов. На второй год немножко меньшее. Значит, мёс стояли там на весах, это интересный материал, который обрабатываете, но на весах стояли семья. Значит, каждый день записывалось, сколько в чем расходуется в кащево, и зимовка на раксе. Значит, Анатолий Николаевич сказал, что на раксе пятьдесят семей раз пройдет. Значит, мы с осенью смотрели, а потом, если мы приехали, стали в литках смотреть, нигде не было кристаллов, чтобы пчел выкинули. Коли где-то на прилетке были, кругленькие, там уж всегда, когда пчел-кристалл выбрасывают они сначала в сосуд. Потому что всегда вокруг кристалла эта глюкоза находится фрукт, который не кристаллизуется. Ну вот вы возьмете, в самый сильный мороз, мёд, белотом его долбаешь, а грудь возьмете, он к вам летит. Вот это между кристаллов фруктоза-то осталось. Значит, при высокой этой температуре пятьдесят семей все перезимовали на раксе в мёдле все как одна. Гибели мёртвых пчел было нисколько не больше на этом на погоне, чем в остальных семьях на этом. И самое главное чего, в мёртвом влажность семьдесят пять процентов была относительно влажность, то есть воздух чистый, сухой там, и на полу там я смотрел, где оставались ранки. Ранки не прислевели, потому что пол чистый, там всё аккуратно это там сделали. То есть зимовка этих семей. И там помимо ваших, чё, этих семей, вы посещали в вашем зимовке. То есть там у вас почти, наверное, около двух тысяч семей в зимовке. В одном зимовке. Это как раз единственный опыт на всю страну. Институт пчеловоск устраивали комплексы в Липецке, там зимовали, у них, но у них зимовка так и не пошла. В Кемерово, в Болотинском районе, в Перемяковском совхозе, где в Черваков там комплексы сделал по типу институтского, они свезут туда восемьсот семей, а выставляли там двести или сто семей живых, и остальные погибали. То есть не получилось это у них комплекс. А здесь вам, пожалуйста, комплекс каждый год. И видели семей нет. Поэтому как раз вот это большая наслова. Ну и как специалисты всё время. Первое, что. До наших работ считаю, что пасека должна быть не больше 60 километров. И у нас в средней, когда я посчитал по области, в средней приходил с пасека 46 рулев в Кемеровской области, и также в этом Новосибирске это счет. Вот Кокев утверждал, владею Георгиевич, больше 60 нельзя держать, то он за 60 ухаживает, как следы. Вот. Я стал им доказывать, я говорю, от 60 рулев вы, может быть, вам повезет, ну в десять лет раз там получить по 50 или по 40 килограмм сегодня. А в основном больше 20 килограмм, я говорю, вы не будете получать, ну так и два. Я говорю, а когда 200 семей, то всегда по 20 килограмм с них получишь, и уже пасека в целом это другое. Его золотолик это первый в области пионер, который начал обслуживать большие пасеки. То есть первый, я хорошо помню, 200 семей получил по 79 килограмм. В цифре я эти помню. То есть как раз это, то есть крупные пасеки собрали меды больше, чем маленькие, за которыми на воде ухаживали тщательно. То есть издевались над пчелами, через каждые шесть дней осматривали. Ну и вот это дальше больше, видите, ну единственная пасека такая в стране, где они втроем обслуживают полторы тысячи членов семей. То есть по технологии это как раз уровень всех передовых американских, допустим, пасек, где теплее. И в Америке то что, там больше инженерная мысль сработала, освободила пчеловода от самой тяжелой работы, от качки меда. Вот при медосборе в 69 килограмм сырья мы тратим на уход за пчелиной семьей столько же, сколько на от качку меда. То есть одна от качка, вот отбор меда, от качка меда, это самая тяжелая работа на пасти. Поэтому, когда у меня в програмте прочитал, в Америке они за рабочий день 23 тонны меда качали. То есть нам, если из 4-х рамочных медагонка это работает, на весь год хватит и не от качаешь еще. Потому что там уже давно целые корпусами ставят, они рамки недостаточно длины. Ну, такие карусельные медагонки, 74 корпуса в ходе длины. Ну и вот, дело-то в чем? Каждый пчеловод всегда находит какие-то новые мышления. И когда мы все вместе собираемся, то много-много цельнородная мудрость самая такая эффективная в работе. Вот самая роль у нас сразу. Я, допустим, боюсь перевозить пчел с открытыми ветками. Он все время возит пчел только с открытыми ветками. Первое время к нему приедешь туда, в промышленский район, где япнулась, на пасеку. Вот поехали спать на ход, пустырь нашли, там 30 улиц стоят, в другом месте еще. Я где-то там на третьем и на пятом участке жены встретились. То есть он их размазил, пасеки, кормовая база не такая богатая, поэтому там 30 улиц, там 30. В целом в сумме всегда собирали меда больше, чем вот это на стационаре пасека, допустим 60 или 40 улиц. Когда в разбросе даже на 10, на 15 километров от основного тачка уже микроклимат и даже и макроклимат уже разный. У нас вот на опытной станции был центральный тачок, где мы опыты ставили, и вывезли на третье отделение. Все в каких-то там 15 километрах. А в 1959 год был такой дождь. Там, куда мы вывезли, дожди шли ночью. А днем они доходили до центрального участка. Вот надо пчелам работать, а тут дождь идет, а там собирали. И вот за 15 километров вывезли на тачок был по 100 килограммов сурья, даже 120 были. А здесь у нас больше 59 килограммов, хотя сегодня были сильно и не собрали, потому что все время эти дождей днем поливали, а ночью дождя не было. Поэтому вот Анатолий Кременедлевич сказал, можно сказать, пионер по качетке, по Сибири, у нас в времени только стационарные тачки были, и разголовные были. В 54-м году, в 53-м, Владимир Сергеевич Павлович попробовал кочевать, вывезли на тачок по железной дороге Молчановской карьер. Вот. А место подобрали неудачи, там акация была, но защита крупных этих осин, акация защищенная сверху от солнца, меда не дала. То есть они проработали там сезон, и даже по 40 килограмм голового меда не собрали, то есть корма не собрали. И сделали вывод, что кочевка – это бесполезное дело, это правда, сил и все на это. Вот. А теперь оказалось, кочевка без кочевки невозможно содержать крупные пасеки. То есть самый лучший подпор пчел – это бензином кормить машиной тысячами. Вот. Поэтому я хотел бы, чтобы Анатолий обработал все свои данные по наблюдению за зимовкой. Потому что в Сибири у нас это главный вопрос, что перезимование хорошо, значит и сезон будет с медом. Вот. Это главный вопрос. То есть если бы у него плохо зимовали, мы бы сидели без меда. А так у него как раз вот этот богатый такой материал, и чтобы его, ну, обойнить, можно было пользоваться всем сибиряками. Я рад, что ученики лучше меня уже работают. Вот. Это у меня очень нравится.